здравствуйте уважаемые зрители подписчики канала мы продолжаем проходить игрушечку турка так вот дело в том что я чуть-чуть на сохранениях проверил момент такой можно ли сестрам сейчас открывать сердца или не стоит в принципе можно в принципе можно но есть один нюанс есть один нюанс который надо учитывать открывать можно тех сестер которые чьи братьев уже нету да те которых мы уже победили это стопроцентно или по крайней мере тех которых нет в промежутке сегодня у нас будет довольно плотная насыщенная серия должно быть очень много событий происходить потому что мы познакомимся с мангольфьером а также напомню что у нас идет сейчас цикл сметель братья начинают метаться начинают искать правых виноватых и очень важный момент в игре у меня много довольно таки цветов но очень мало цветов палитры поэтому мы конечно будем открывать сейчас сестер по мере возможностей но надо прорастить цвет надо простить цвет потому что я планирую подраться я планирую подраться но при этом не уверен какой мне именно цвет нужен какой цвет будет у брата дело в том что в ближайшее время произойдут кое-какие события и нам надо будет защищать сестер поэтому сейчас поэтому сейчас я сосредоточусь на том чтобы прорастить хотя бы боевые цвета иметь какой-то запас на бой я очень надеюсь что не будет золото бою мы сейчас должны во первых оставить немножко на то чтобы залить сердца защита да изобруд бы тоже был невыгоден нам может быть сирень но сирень на бой сотка даже не знаю но пускай как есть вот я оставлю сирень урпур серебро с лазурью лазурь надо загнать по-быстрому набрать лазури в колбы а еще есть такой нюанс друзья из-за того что мы но не дождались мангольфьера разговора с им 1 там подобных вещей чуть-чуть сортанули вперед на самом деле сделал большую глупость большую глупость потому что мы немножко тем самым сломали диалоги немножко сломали диалоги и немножко будет нарушена последователь сделано но это не так на самом деле страшно как могло бы быть 117 надо 140 где-то оставить да вот так а остальное бы быстрому прорастить прям максимально быстро можно принципе распределиться одного другого третьего цвета набрать лазурь точно пурпура точно изумруд мы уже больше не трогаем в общем то что есть у меня сейчас максимально распределяем лазурь потом распределяем порку золото уберу ли я золото я по-моему все не уберу по 16 мы дорастим как раз сердце освободиться изумруды остатки остальной набой очень мало у меня в колбах цвет и очень мало времени но ничего так сейчас мы не пойдем к сестрам не пойдем их открывать несмотря на то что ну в принципе у туса вы ему быстро откроем возможно скоро будем переезжать в плане сада так 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 серебра очень много всего над простить очень много надо сделать так что мы сейчас конкретно сделаем пойти забрать цвета янтарь с пещер успеем ли в принципе успеем принципе успеем заберем янтарь заодно по пути будут у нас диалоги да мы вполне все успеем пошли потихоньку пошли а я просто к тому что сейчас у нас неожиданно придется подраться но придется подраться придется убрать еще одного из братьев и в этой серии мы будем сражаться надзирателем стопроцентно я не знаю какой у него цвет но я знаю что будет ждать нас немножко дальше младший да будет тебе известно что юную я не отдали мне по особой причине я не исключительно подозрительная сестрица когда она появилась мы испытали такой ужас словно у нас родился двухголовый урод таких тут еще не было а ты я вижу находишь ее весьма привлекательный ну так вот я стражу ее именно для того чтобы скрыть эту аномалию если еще хоть раз я замечу что ты даешь ей цвет я заставлю тебя убить ее собственно ручно а тебя посажу на ее место но ты не угрожай мне не угрожай нашелся ладно идем я не хочу вмешиваться в ваши отношения я дозволяю тебе говорить с моей поле потому что я есть что тебе сказать я дозволяю тебе дарить ей цвет потому что я доверяю ей и потому что я сам не могу баловать ее такими подарками я надеюсь на твою порядочность мой мальчик надеюсь не только на твою честь но и на твой ум ты должен понимать какой бедой грозят ей твои действия так вот такие вот дела друзья действительно монгольфьер довольно рассудительный довольно правильно и справедливо но он нас считает до сих пор учеником учеником который еще пока не знают как пользоваться цветом да поэтому говорит ну хочешь можешь немножко трать на поле я не буду вам мешать не буду запрещать потому что сам я не могу сам я храню цвет берегу цвет накапливаю цвет но я не знаю то ли это небольшая недоработка то ли что но в любом случае мангольфьер будет действовать так же как как и действуют остальные братья по крайней мере пока пока у нас идет а вот этот цикл смятения цикл непонимания того что здесь происходит в принципе что по цвету у меня должно вот-вот кончится золото хорошо пусть так давайте постоим дождем наверное чуть-чуть постоим ничего страшного да давай ты уже сердце опустел следи за собой отлично хватит ли мне пурпур больше нельзя заряжать лазурьку тоже но их можно распределить чуть-чуть распределить это у нас на выходе закончится сиренька вырастет сиреньки хватит ли сиреньки или серебра зарядить на выходе вырастим сирень потом перезарядим на серебро наверно как-то так да мы сейчас подберем янтаря тоже надо будет куда-то распихивает но посмотрим ладно посмотрим пошли там чуть-чуть изумруды есть тоже хорошо шикарно когда у тебя в сердцах есть бурпур масса урона как кстати много сейчас цвета приходит именно промежуток большие куски не так как он приходил изначально да смотри нас вроде бы чуть-чуть появилась да но тем не менее такие шмотами да прям красота а дальше вы будет приходить еще больше но с другой стороны я думаю что это связано с тем как раз что мы открываем сестер даем скажем так силу сестрам да немножко их под напитываем увеличиваем их не знаю способности возможности поэтому и приходить начинают цвета больше но тем не менее тем не менее вроде бы собрали а что по итогу по итогу янтарь к будет расти и позволять разгонять другую а заодно мы накопим очень мало изумруда на бой но тут я ничего не могу поделать так по лазури 150 нормально дело в том что на боссе на тюремщики на надзиратели нам понадобится много скорость так что в любом случае мы лазури оставляем на бег на 50 процентов это как положено может даже куски бы стоило не собирать цвета я не знаю но скорость на нем важно 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 очень сильно так так по пор пору что по пор пору так и 43 мы оставляем у изумруду изумруд так и так то нужен больше мне совсем не не нужна сиренька ну как 107 107 это немного но это да лучше чем вообще никакой 30 30 60 да наверно как-то так у нас есть три основных набой и плюс это вот это все добро прорастет у нас принципе будут колбы я очень надеюсь что не серебро не изумруд и не золото потому что я их просто не успеваю прорастить да и не в чем янтарьку мы наполним в принципе мы наполним наполовину хотя бы наполним что-то будет раз уж сейчас быстро выстрелит Да, как-то вот так. 145, ага. Ага, ага. Ну и в целом, в целом, относительно я готов. Относительно, потому что дальше мы будем проращиваться. Ну, в край все равно, цвет, если мы его прорастим, он уйдет с сестрам. Потому что, да, как я уже и сказал, сестер мы открывать можем. Можем начать открывать сестер, и в этом нет ничего страшного. Ну как, относительно. Нормально. В принципе, нормально. Выходим и погнали. Поспеши. Ты успеешь. Тебя ждет жизнь, полное солнце. Конечно, успею. Все будет хорошо. Да, сестра из теплицы еще и продолжает с нами разговаривать. Братья мои, вы радовались, принимая нас обратно в ряды хранителей рая. Вы не спрашивали, почему нам, палачам сестер, дозволено было вернуться. Мы освободились и вознеслись обратно не для того, чтобы снова блаженствовать, радуясь драгоценным каплям. Мы вознеслись, чтобы принести вам страшную весть, чтобы подвергнуть нас всех горькому испытанию. Теперь все пройдут искушение казнью. Ибо там, в кошмаре, куда мы сбросили Ина и Ани, превратив их в подобных нам, стало точно известно, что это они, а не мы истинные убийцы. Ересь сестер превратилась в скрытое восстание. Теперь они знают, как собрать весь его цвет в одной точке и разом растратить на смертоносный прорыв. То, что мы приняли за вспышку безумия, оказалось заговором. То, что считали вывихом, оказалось закономерностью. А Ани открыла, что успела поделиться этим знанием с двумя сестрами. Нам осталось выявить их и надеяться, что эта чума еще не расползлась. Потому что, воистину, если в корзине испортилась одна рыба, скоро испортится вся. И лучше нам оставить ему одну сестру, чем вечно дрожать за его существование. Не будем медлить. Исполняйте свой долг, хранители рая. Страшно. Страшные дела начинают происходить. Так, хватит ли мне лазури? Хватит на бой. Пурпура уже лучше, но еще недостаточно. Сейчас мы тогда... Чуть-чуть сделаем наоборот. Вот мы соберем лазурь в сердцах побольше. Хотя у меня пурпуры не так и много. Таращивается не так и много. Сейчас распределимся. Что сейчас произошло, друзья? Дело в том, что братья, которые вернулись, которые опускали, скажем так, в кошмар Инна и Анни, выпадали у них или как бы узнали, что мятежное откровение, знание о верхнем пределе, о возможности прорыва, было рассказано двум сестрам. Но они не знают, каким сестрам. И дабы не допустить этого события, да, дабы не допустить возможного прорыва, Они сейчас направятся, каждый брат к своей сестре И будет лишать их цвета, как бы опасаясь, чтобы не случилось вот этого прорыва, да, чтобы во время прорыва не разрушился промежуток, да, то есть не разрушился их рай. Именно поэтому я и говорил, что, во-первых, нам придется защищать сейчас сестер, а во-вторых, мы можем спокойно напитывать тех сестер, у которых братьев, собственно, не осталось. Я не смогу защитить Оля, потому что Макгольфьер еще очень-очень нужен по сюжету. Но я смогу защитить Яния. Естественно, Яма, естественно, он не сможет... Не сможет сейчас подобраться к сестрам-мятеждецам, потому что мятеждец невозможно сейчас поймать по промежутку. Они... Ну, они бегают, они скрываются, поэтому как бы нет. Так, я сейчас чуть-чуть распределю еще вот так курку. Немножко его подгоним по росту. Вот это все надо вырастить. Но я, возможно, не успею. Возможно, не успеваю. Да. Надиратель... Надиратель очень противный враг. Очень противный враг. Еще бы я знал его цвет. Было бы вообще хорошо. Потому что действовать на нем надо просто на ЙОЛу. Прям-прям хреначить в него и хреначить. Там не будет времени или возможности выбрать цвет или дождаться цвета. Но я не думаю, что у него будет серебро или золото. Посмотрим. Что сейчас делают братья? Братья сейчас расходятся по своим сестрам и... И будут забирать у них цвет. И, к сожалению, заберут тот цвет, что мы отдали Оле. Ну, а что поделаешь? Ну и ладно. Ну и пускай себе забирает. Негодей такой. Оле мы не прикроем. Но мы сейчас прикроем Яне. Сердце опустело. Следи за собой. Так прекрасно. Шесть наращивать не имеет смысла. Так, ну у нас хорошая колба лазури. Остальное можно пока скинуть. Или я бы даже ростки прорастил. Даже не знаю. Даже не знаю, друзья. Янтарям не хватит? Янтарям не хватит, в принципе. Янтарь убираем. Можно еще по-быстрому серебро раскидать. Но его много не вырастет. Я буду надеяться, что у него не будет серебра. В принципе, можно уже к бою готовиться. Да, потому что... Потому что почему бы и нет. Смогу? Смогу. Брать сирень. И рассаживаем другие цвета. Заодно они пустят корни, и нам будет немножко легче. Сейчас распределим. Сначала по большим сердцам. Потом немножко по малым. Вот эти три сердца всегда кажутся довольно крупными, но они по 40. Два по 40 и по 50. Это немножко путает, конечно. Ну, в принципе. В принципе, хорошо. Еще они бы раскидали. Что мне больше надо? Мне больше надо... Ну, наверное, скорости. Все-таки. Примерно вровень урона. Быстрее завалим. Тем лучше. По 30 раскидаю где-то. Примерно. Примерно так. Защита, конечно, хорошо, но если мы быстро победим, то она и не понадобится. Так, 35, 50, 52, 25. Нормально. Нормально. Как-то так. Ага. Ага. Ну, если прорастет, то ничего страшного. В принципе, я готов. Полностью готов. Остается только ждать. То есть, смотрите. Мангольфьер направляется к Оле, и он сейчас будет вырывать у нее сердца. И вот в этот момент можно вмешаться и, в принципе, подраться с ними, но... Это обычно плохо заканчивается. Я ничего не могу сделать. К сожалению, он заберет весь цвет Оли. А мы тем временем сразимся с надзирателем. Так, что за цвета принял? Нормально. Комнаты не самые лучшие, но цвета нормальные. Следи за собой. Так что, какой изумруд теряем, да? Ну, в принципе, норм. 66, 57, 51. Я ожидал большего эффекта от ярости. Почему 51? Потому что ростки дает меньше, чем то, что, в принципе, в сердцах. Э-э-э, лоханулся. Лоханулся. Но ничего. У меня больше нету. Печально. Печально, печально. Лоханулся. Но ничего. Ничего. И так ничего. Нормально. Ну, погнали. Ну, погнали. Серебро. Хладнокровное. Крепкий хребет в местилище всяких богатств. Покровитель стяжателей укрепи своего служителя. Тому, кто чувствует, его слушает, повинуется слепо, ответит. Кожу того, кто умеет хранить вервия, связки и мышцы его, крепит. Сердце его, обращенное к лимфе всяких цветов, греет. Расточителя всяких цветов, самоубийцу, дерзнувшего тратить мучительной пытке, подвергни. У меня на своей тяжелой силы меня, карающий молот поднявшего, слушай. Замыслы ослушника, дерзнувшего противиться, спитай. Непокорную душу его мятежную, обезумевшую, разрушай. Пурпур яростный, причиняющий раны, цвет карателей и пророков, знамя праведных алая кровь, дай власти ставшему твоим бранным посланником, обо мне ставшим твоим правым посланником, вспомни. Заточи мой меч, разрушением мой удар наполни. Кровь и нерву из жил моего врага исторгни. Направь острие моего клинка цели своей достигни. лимфи всяких цветов греет. Расточителя всяких цветов самоубийцу дерзнувшего тратить мучительной пытки подвергнут. лазурь грозная выступающая как медь приносящая смерть рассекающий бич карающий меч откройся жаждущему твоего покровительства выступающему как медь проникающему как меч несущему смерть мне внимающему тебе внемли моего врага в глубины боли в пучину страдания ввергни причиняя ему мучения раскрывая его изнутри медли когда воззовет к тебе пожелает найти тебя смолкни сирен сирен чистая плоть загадки тайна играющая прибежище странного отзовись на мой зов помоги покарать непокорного в битве с противником неизвестным лукавым неведомым помоги мне обманом и хитростью учившийся правду мою одолеть погибнет наблюдавший за мной желавший найти мою слабость ослепнет цвет его пропадет молот его упадет голос его смолкнет зелень тягучая вязкая словно смола обволакивающий покров непроницаемый щит изумруд ровняющий чаши всяких весов наполни воина своей тяжелой силой меня карающий молот поднявшего слушай замыслы ослушника дерзнувшего противиться спутай непокорную душу его мятежную обезумевшую разруши янтарь янтарь откройся кто-то тебе пожелает найти тебя что-то тебе пожелает найти тебя ... не Сирень чистая ну что друзья я пытался сделать все более-менее по тактике но это такой бесячий босс что просто просто уже не выдержал и начал тратить дико цвет посмотрите просто он забрал все ростки забрал все что можно но я конечно сейчас расскажу подробнее о том как с ним сражаться и какие с ним нюансы но это просто такой босс отвратный что забей у него очень мало жизни но сражаться с ним это просто ад и самое обидное что единственный знак который на нем может нормально работать который может помочь с его победой на как раз и хранит его сестра и дает его очень поздно ну это это просто жопа какая так ну что пока живем потом разберемся сердцами в меня есть куда залетать свету с него до с немножко расскажу уже просто выбесил вы просто выбесил и пошел я в рейдже в тильте тратить на него цвет и так ну как вы поняли босс этот мне еще и цвета не дал толком да вот ты вредный какой босс надзиратель просто конченая тварь просто надо плюнуть на его могилу потому что отвратительный товарищ у него есть всего две возможности в игре начиная тут с того что он качается под потолком и никогда не опускается на землю за одним исключением качается качается под потолком он очень быстро и в очень очень рандомных направлениях то так что попасть в него о водом камнем еще чем-то вообще практически невозможно практически бесполезно можно попробовать был и ястребом да но ястреб тоже не совсем прицельно летит он конечно там подкорректирует себя но амплитуда качания собственно надзирателя такая что ястреб чаще всего попадет на его попытки с четвертая уже вы к этому времени поменяется цвет и в общем мир за пакость на самом деле босса и этого победил дважды но прошлый раз он у меня так забавно умер что я просто решил как не показывать эту кошмарную порнографии но да ладно все равно покажу а почему бы нет так вот у него есть одна мерзкая атака точнее две у него есть всего две атаки они обе мерзкие просто безумно мерзкие в одной он бросает косточку эта косточка начинает разрастаться и бежит за вами грядой такой да когда она достигает соответственно она вас ловит и начинает выбивать цвет непосредственно из сердец я напомню что на этом боссе очень важно иметь хорошую скорость да то есть отростки ростки и сердца да ну то есть у нас с вами мы к нему пришли там с 80 процентов скорости эта скорость очень важна отростки мало того что вас замедляют по арене да они еще и избивают эти ростки то есть мы теряем бонус бегу это очень очень плохо прям очень плохо попадаем и по он отбирает сердца вторая его атака он в какой-то момент раскачивается под потолком чуть сильнее как бы качается как на качели не да потом телепортируется и падает на вас клеткой дело в том что вот эта гадкая клетка она абсолютно рандомная она может появиться перед вами сбоку вас увернуться от нее можно но какой-то тактики нету единственное что вредом спасает это мансить во все стороны и надеется что она не попадет да и это единственный момент когда он перестает качаться и опускается на землю этот момент прям надо очень адовый использовать прям вот на наталкивать ему напихивать напихуевать со страшной силой вот если он по вам не попал клеткой приземлился в этот момент его единственное можно нормально бить самое мерзкое в нем то что его можно победить таким знаком как сова это примерно как перекати поле только воздушная которая летает и самонаводится и вот сова в него попасть может это единственное что у него нормально может попасть но то совы еще очень далеко ее дает сестра я не да как я уже немножко проговорился а я не как раз сестра надзирателя да но вот такой парадокс так что ждать мы не стали и начали бить поэтому самое единственное что его позволительное ну что как его можно победить это набрать много цвета его бить простыми мазками бить простыми мазками а когда клетка промахнется чего как вы понимаете очень сложно достигнуть особенно на второй и третьей стадии я не знаю почему но клетка очень четко попадает в тебя это 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 мерзость вот поэтому только так это арена арена этого босса еще по моему одного или двух одного точно и здесь есть интересная пасхалочка вот там есть картина я кстати давно еще заметил что мне слишком хреново все с гаммой в игре чуть-чуть добавим так наверно будет получше и вот там видите картинка я на монтаже вам ее приближу но в принципе вот это вот ангелочек в банке когда-то был аватаркой на форуме одного из разработчиков а lxr или лукина луксара вот такая вот есть пасхалочка здесь на этом уровне но в целом арена такая мерзопак сна и довольно-таки аренка круглая и это тут существа тапиры даже не знаю что это такое лоси не лоси странный постамент и очень странная арена сама по себе так что вот такой вот надзиратель сам по себе мерзкий как по характеру так и почти любое единственное что у него хорошо это то что у него мало жизни у него по моему там 4000 единиц но он он не очень жирный поэтому с ним можно бороться мазками но очень опасно и как вы видели когда он вас ловит в клетку он от вас откусывает очень вкусные куски по 90 по 120 к счастью что не из сердец а из палитры что не так страшно поэтому основная проблема это шипы и рандомность клетки то есть практически все его атаки у босс мерзопак сны просто мерзопак сны но тем не менее мы его нагнули мало он дал цвета можно сказать почти вообще никак не дал целом такой вот товарищ что гадость надо лад друзья спасли мы я не спасли мы я не и в общем-то ближайшее время не так уж и много чего нам с гамма и погорячился вот так хорошо так вообще идеально ближайшее время нам ничего такого страшного не грозит поэтому что мы сейчас сделаем мы прорастим много янтаря и сирене и пойдем открывать сестер руки конкретно наверное начнем сестер первого тира конкретнее еще скорее всего пойдем откроем аву теперь я познакомил вас в общем-то со всеми сестрами в игре пускай они еще будут много чего рассказывать о себе пускай еще мы много чего не узнаем но какое-то общее представление о том что скажем так символизирует каждая сестра у вас теперь есть хотя не будет удивлен если она со временем немножко поменяется цвета у нас конечно не так много но вот теперь я точно могу сказать что в ближайшее время я не собираюсь ни с кем сражаться скорее мы займемся более мирными делами как то например переезд в другой сад и так далее пока растим сирень что-то я просто навоевался уже если честно растим сирень растим много-много янтарь сестры первого тира крайне нежадные в плане цвета поэтому я так прикидываю если еще плюс под золотом который вот тут у нас прорастет которые собирать не буду да еще и тем что мы накинем я полагаю что мы вполне сможем напитать аву до самого конца уверенности у меня большой в этом нет но тем не менее науту мне не хватит изумруда и изумруд бы поэкономить на самом деле пока что потому что надо будет хотя бы одно дерево изумруда посадить хотя бы одно ну в общем как то так как то пока такие планы все в принципе можно отсюда уходить из этого мирского места и на этом я с вами друзья прощаюсь спасибо вам большое за внимание подписывайтесь комментируйте оставить ваши оценки рекомендовать канал знакомым и до следующих серий всем пока всем пока